Привет всем супер элегантным маленьким жирафиком! В сегодняшнем видео мы с вами будем опять обсуждать блогерские рассылки. А что делать, если в последнее время у нас на косметическом рынке появилось много новых брендов? И они кое-что прислали, чтобы мы все это внимательно с вами изучили и, в общем, приняли решение, что нас интересует, а что не очень. Кстати говоря, что нас должно интересовать, это, конечно же, подписка на мой телеграм-канал, потому что там у нас классно, там у нас появляются все новости самые интересные, а еще у нас там замечательное и уютное общение. Так что, если вы не подписаны, то, пожалуйста, ничего не ждите, ссылка в инфобоксе ждет уже вас, и мы все вас ждем на моем замечательном телеграм-канале, так что подписывайтесь. Итак, что у нас сегодня? У нас здесь часть всей этой красоты, которую мы сейчас будем обсуждать, будем разбирать, но также еще большая часть всего этого стоит под столом. И я даже не знаю, с чего начать. Давайте сегодня начнем с суперлюкса. Внезапно у нас здесь суперлюкс, а конкретно бренд Etro. Бренд Etro это люксовый итальянский бренд, который прославился благодаря своим необыкновенным узорам. Вообще, изначально они делали текстиль, ну, не только текстиль, как ткани, но также еще и модную одежду. Ну, и, соответственно, я думаю, что все знают, что Etro это такой супер модный, супер популярный бренд. Но, кроме того, у них же еще есть и линия парфюмерии, а также есть линия для дома. И, соответственно, Etro мне тут прислали очень даже интересные вещички. В частности, две своих парфюмированных свечей. Насколько я понимаю, обычно эти свечи продаются в кейсах. Кейсы выполнены как раз из фирменного текстиля Etro с какими-то там потрясающими узорами. Кстати, их фирменный узор это турецкий огурец. Я, кстати, обожаю этот узор, мне очень нравятся вообще турецкие огурцы. Я помню, что лет 10 назад это было как-то вот просто безумно модно. Сейчас этот тренд именно на турецкий огурец немножко ушел, но так как все циклично, я думаю, что скоро мы снова его увидим повсюду. В общем, здесь у нас две каких-то интересных свечки для дома. И одна из этих свечек называется Афродита, а вторая голубая называется Зефира. Я когда изучала вообще, какие есть свечи, оказывается, у них там много самых разных богов, самых разных таких свечек есть. И давайте, наконец-то, понюхаем, а то я даже их не понюхала, чем у нас пахнет Афродита. Интересно, что Афродита внутри тоже розовая. Афродита пахнет, ну, соответственно, Афродитой. Я думаю, она бы примерно так и пахла. Она пахнет чуть-чуть морем. И в основном чем-то очень цветочным, такой даже слегка запах какой-то сирени, как будто здесь угадывается. Прекрасный аромат, очень нежный и приятный. Но, кстати, хочу сказать, что по поводу вообще всех свечей для дома, вот этих вот парфюмерий в виде свечек, это, конечно, немножко сложно оценить, когда вы их просто нюхаете. Потому что, когда вы их поджигаете, там, соответственно, может этот аромат раскрываться совершенно иначе. Ну, в том виде, в котором он и должен быть. Так, дальше у нас зефир. Но здесь у нас что-то такое воздушное, наверное, и тоже слегка морское. Ну-ка. Ой! Как нравится! Что-то немного неожиданное. Немного похоже, знаете, на такой древесно-какой-то водянистый мужской парфюм. Здесь у нас и что-то удовое, и мох, и какие-то, знаете, и сандал, как будто и все на свете. Очень классный аромат. Мне очень нравится. Прям такой мужественный достаточно запах, но хороший, мужественный. Не синтетические елочки, как мы с вами не любим, а именно что-то такое глубокое и приятное. Также у нас здесь еще два парфюма. Я, честно говоря, не особо знала, что у Этро большая коллекция парфюмерии. И у них есть парфюмы именно самые классические. Значит, здесь у нас парфюм под названием Шантун. Я так понимаю, это что-то связное, наверное, это что-то восточное должно быть. И второе под названием Мэн Роуз. Смотрите-ка, нашла описание аромата Шантун. Тонкое лезвие света пронзает. Васильковый рассвет, сверкающий луч восходящего над горизонтом солнца, окрашивает небо розовым светом молодых бутонов. Ну и дальше там, в общем, очень много всяких интересных пассажей про это. К сожалению, блотеров я умудрилась не приготовить, поэтому будем по старинке вот сюда вот прыскать в эту упаковку. Итак, какой приятный аромат. Это похоже на какой-то свеженький такой сад. Но надо сказать, что это именно парфюмы, поэтому они, знаете, какие-то очень интенсивные. То есть здесь прям очень глубокий аромат. Здесь явно много цитрусовых. Да, здесь есть роза. Они нам обещали розовые бутоны. Что мы гадаем? Давайте прочитаем просто какие там есть ноты. Мандарин, черная смородина, личи, лепестки розы, пион, ладан, кашемировое дерево, кедр и мускус. Не, ну это круто. Это прям круто. Это, конечно, что-то у нас необычное. И, конечно, потрясающе красивые футляры. Надо это отметить. Я, в общем, и не знала, что у нас, оказывается, представлены от Итро такие интересные парфюмы. И, кроме того, свечи тоже. Дальше у нас Мэн Роуз. И я думаю, что, раз он так называется, здесь, наверное, аромат розы. Ну, я так предполагаю, что, наверное, он там есть. Потому что дальше нам пишут, что здесь тот самый калабрийский, бергамот, сычуанский перец, кардамон, элеми, турецкая роза, герань, ладан, пачули, ветивер, мускус, кожа, зола и драгоценные древесные породы. Ну, тут вообще, конечно, все как-то очень круто. Прям такие суперсложные ароматы. Это что-то очень классическое. Очень тяжелый, на самом деле, аромат. Я не могу сказать, что я от него в восторге, честно говоря. Но он прям очень благородный и, безусловно, суперклассический. Я думаю, что этот аромат, скорее всего, был разработан достаточно давно. То есть он такой больше, вот знаете, подходит в 80-м где-то и началу 90-х. То есть он прям не современный, но суперэлегантный. И больше всего я в нем чувствую драгоценные древесные породы, чем что-то другое и, наверное, мускус и кожа. То есть он прям такой супер какой-то основательный. Можно его так назвать. Ну, в общем, это что касалось бренда Etro. Поэтому, если вы любите разные интересные парфюмы, но как-то не задумывались о том, чтобы обратить на него внимание, вот он тоже у нас есть в продаже и очень даже активно продается. Следующее, что мы будем рассматривать, это чистую линию. Но не просто чистую линию, а их линию, которая называется Pure Line. У них тут получилось интересно, потому что, ну, все знают, бренд чистая линия. И у бренда чистая линия вышла премиальная линия, которая называется Pure Line. Помните, мы с вами говорили про их шампуни новые? И я вам про них подробно рассказывала, что мне понравилось, что мне не понравилось. В общем, чем отличается Pure Line от чистой линии? То есть чистая линия так и остается. Она продолжает выпускать все те же самые продукты свои. Но Pure Line это их, ну, скажем так, серия, да, чтобы сто раз не повторить линия, серия продуктов с более насыщенными текстурами. То есть там более какие-то редкие ингредиенты, ну и, собственно, вот все такое более насыщенное и, конечно же, более дорогое. Давайте посмотрим, что здесь у нас в их посылке было. Потому что, ну, это достаточно интересно. Это вот целая серия новая для лица. До этого мы с вами пробовали только шампуни. Тут еще одно название, то есть и Pure Line, и еще одно название. Это называется Beauty Protection. Именно так. Про-текшн. В общем, здесь у нас гель-флюид для умывания с витамином С и аргинином. Очищение без сухости. И написано, что это еще и гипоаллергенные составы с активом цинтеллы и растительными предбиотиками. То есть они решили прям вот так вот усложнить свои составы и добавить в них больше интересных ингредиентов. Следующее это Эксфолиант Гаммаж для лица. Фруктовые кислоты, рисовая пудра, тоже цинтеллы и растительные пробиотики. И вот эти вот гранулы, это вроде что-то ухаживающее. Я думала, что это, наверное, какой-то скраб физический. Но нет, это что-то должно быть тут, что растворяется, видимо, на коже. Ну что ж, это уже интересно. А кроме того, посмотрите-ка, здесь у нас еще кое-какие вещи. Целых две новых сыворотки для лица. Я не помню, что у чистой линии были сыворотки. Вот у Pure Line теперь есть. И, во-первых, это гель-сыворотка с витамином С и иницианамидом. Трехпроцентный комплекс. И, кроме того, еще пантенол и гиалурон. Ну, такие у них симпатичные упаковочки. Хотя, конечно, достаточно простенькие, пластиковые. Но все равно интересно, что вот какие-то новые сыворотки у них появились. Кроме того, что это у нас такое, это ночная маска для лица даже есть. Посмотрите-ка. Биоколлаген, церамиды, питание и восстановление. Вот такая вот новая маска. Причем, что интересно, во всех кремовых средствах здесь, судя по всему, есть вот этот экстракт цинтеллы и растительные пребиотики. И два новых крема. Крем-флюид для лица, какой-то комплекс для города. А чем он отличается от другого? И крем-мус для лица, наверное, один может быть дневной, а другой какой-нибудь ночной. А нет, у них разный состав. Значит, у нас крем-мус для лица, это сухая чувствительная кожа с пантенолом и гиалуроном. А для комбинированной жирной кожи есть гиалурон плюс витамины С и Е. Для увлажнения и для чего еще? Для восстановления кожи. Ну, в общем, понятно, если так рассматривать всю эту новую линейку, условно говоря, PureLine делает два типа кожи. То есть разделяет кожу на два типа. Это сухая чувствительная, для нее, соответственно, что-то более такое питательное. И также комбинированная и жирная, и для нее сияние и восстановление. Потому что вот эти сыворотки, которые мы с вами рассматривали, то же самое. То есть пантенол, это для сухой и чувствительной, и витамин С, и ниацинамид, это уже для комбинированной и жирной кожи. Ну, достаточно интересно, тоже попробуем. Тем более, что у самой чистой линии, у меня, кстати, когда-то был очень большой ролик про вообще косметику от чистой линии. Именно от бренда чистая линия, их базовая косметика. И я вам там очень подробно рассказывала, какие средства мне нравятся, какие не нравятся. Потому что, понятное дело, что они супер бюджетные и супер простые, и составы там очень простые. Но некоторые из этих средств, они прям действительно классные. А некоторые совершенно ужасные. Так что я оставлю ссылку в инфобоксе под этим видео. Тоже, если вам интересно, если вы не смотрели то видео, то посмотрите. А мы с вами переходим к бренду Аравия. И у Аравии вышли тоже интересные новинки. Во-первых, это какая-то магниевая соль с пеной. Ну, знаете, вот эта вся тема с магниевой солью, которая, по идее, должна хорошо снимать отеки. И здесь сразу получается и магний, и соль. Еще к тому же у вас и пена будет. Но пена меня, честно говоря, соблазняет. Потому что мне нравятся солевые ванны, но ванны с пеной, как-то, согласитесь, повеселее. И давайте ее понюхаем, потому что она тоже бывает ароматизированная, а бывает не ароматизированная. Ничего себе! Вот это запах! Здесь аромат мяты и лаванды. И, кстати, написано, что она подходит и для ванн, и для педикюра, и для маникюра. Ой, ну классно, конечно, аромат такой, знаете, довольно интересный. Потому что я бы не сказала, что он супер какой-то расслабляющий. Но, наверное, он будет нормальный, если его растворить именно в воде. Потому что в такой концентрации он, конечно, такой, знаете, прям пробивает. Если бы у вас был насморк, и вы бы это понюхали, у вас бы насморк резко прекратился. Но я думаю, что если растворить в воде, будет очень приятный аромат в результате. Дальше у них вышел прям, смотрите, какой интересный. Гель для умывания с березовым дегтем для глубокого очищения пор. Я знаю, что очень многие категорически против дегтярного мыла. И это вот два вечных противоборствующих лагеря. Кто-то говорит, дегтярное мыло лучшее средство от прыщей. Кто-то говорит, в том числе дерматологи, часто говорят, что это все очень плохо, потому что дегтярным мылом вы просто пересушиваете себе кожу. Скажу по своему подростковому опыту, мне с дегтярным мылом было хорошо. То есть, на самом деле, оно мне реально помогало, потому что, ну, оно хорошо очищает кожу. Понятное дело, что после него очень важно прям очень хорошо увлажнять лицо. И вот Аравия, значит, сделала для проблемной кожи какую-то профессиональную формулу на основе березовой дегтя и коллоидной серы для глубокого очищения жирной и проблемной кожи. Ну, в общем, интересно. Интересно, пахнет ли дегтярным мылом. Это, наверное, многих интересует, потому что у дегтярного мыла, конечно, весьма специфический аромат. Так, да, пахнет дегтярным мылом, прям чисто аромат дегтярного мыла. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к дегтярному мылу и к тому, что вот здесь появилась такая, знаете, все новое, это хорошо забытое, старое. Вот такая интересная новинка. Так, что у них еще вышло? Еще у них появился какой-то новый блеск для губ. Называется 4D Full Sensational. Сенсей, сенсейшнл. Так, и что же это такое? Это эффект жидкого стекла, сияние и объемность. Но, судя по названию, я так понимаю, что это все будет с чем-то, то ли с перцем чили, то ли, может быть, с каким-то ментолом, чтобы создавался эффект увеличения губ. Давайте посмотрим, что здесь в составе. Как странно, то есть тут получается это только косметический эффект. Без чего-то дополнительного, то есть и без ментола, и без перца чили. И написано, что в составе здесь масло косточек, яблок для того, чтобы губы как-то там увлажнять и выравнивать. И просто за счет того, что он блестящий, тут должен быть эффект увеличения губ. Ну, не знаю, не знаю. У меня был тоже ролик недавно про декоративную косметику от бренда Аравия. И я считаю, что с декоративной косметикой у них немножко так не задалось, потому что у них совершенно прекрасный уход, и косметика такая больше такая спа, салонная. Но с декоративной что-то как-то вот у них так вот немножко своеобразно все пошло. Опять же, ссылку на тот ролик я оставлю в инфобоксе. Если вам интересно, то посмотрите. Но, по крайней мере, вот этот блеск для губ, хотя бы он не металлизированный, если вы понимаете, о чем я говорю. А если не понимаете, то, пожалуйста, переходите по ссылке внизу и смотрите ролик про декоративку от Аравии. Еще одна новинка. Это какой-то наборчик. Посмотрите-ка, тоже от Аравии. И это супер влажняющий крем для ног и крем для рук с маслом макадамии и кольте. Ну, это такая вот базовая вещь. У Аравии, конечно, все, что касается педикюра и маникюра, всегда очень классные. Но такой вот подарочный набор, если летом нужно кому-то что-то такое подарить. Итак, что у нас еще? У нас на самом деле так много всего, и часть из этого стоит под столом. Бренд Миша Ведяев Бьюти. Один из моих любимых отечественных брендов. У них очень много всего интересного. И причем Миша Ведяев, он на все руки мастер, он и визажист, он и химик, между прочим. И поэтому он свои формулы изобретает, в том числе и сам. В общем, у них несколько новых новинок, новых запусков появилось. И какие-то у меня, знаете, на этот блеск что-то у меня все активно налипает. В общем, что у них новенького появилось? У них появилась линейка для нормализации микробиома с лизатами лактобактерий и молочной кислоты. Если вы фанат их тонеров, у них есть просто отличный тонер, который называется Витамин Бум. По-моему, витаминный тонер, Витамин Бум. И это просто замечательное средство. Но теперь у них есть вот такой новый тонер под названием Лактос. А также сыворотка, тоже для нормализации микробиома, то же самое. Лизат и лактобактерии плюс молочная кислота, так что тоже с удовольствием попробуем. И еще кое-что из линейки Лаки Браш. Это линейка для очищения кистей. Мне кажется, они с этого и начинали. Вот со всякого очищения кистей. У них салфетки супер просто классные. И здесь, значит, шампунь для очищения кистей с антибактериальным эффектом. Глубокое очищение. Маленький достаточно, 110 миллилитров. Но я думаю, что хватит его очень надолго. И также новый какой-то у них спрей для сияния кожи. Сияющий спрей с фиксацией под названием Хвост Русалки. Но я так думаю, что это то, что у них выпускалось раньше. Просто немножко в новом цвете. Потому что раньше он был такой опаловый, какой-то немножко розовато-желтоватый. А теперь как вот Русалочий хвост. То есть какие-то блесточки розовые и голубые. Ну что ж, очень красиво, очень симпатично. Что дальше? Дальше у нас французский бренд под названием Вера Кова. Это французский бренд косметики. И у них основная тема это чистая красота. У них не менее 95% ингредиентов, с которых делается косметика натурального происхождения. Известный французский бренд у нас, как я понимаю, то ли он раньше вообще не был представлен, то ли он был какой-то очень редкий. Но в общем сейчас они появились в России. Я вижу, что уже во многих магазинах они продаются. Значит, во-первых, здесь у нас экстремально, экстремально очищающая мицеллярная вода. С зеленым чаем и также морской водой в составе. Ну что ж, здорово, попробуем. Вообще красиво выглядит бутылочка. Сразу кажется, что она, знаете, очень натуральная. Ну, наверное, 99% натуральных ингредиентов, как написано на упаковке. Что дальше? Дальше что-то тут такое для глаз. И что это такое? Это, интересно, с гинкобелобой это контурное средство для кожи вокруг глаз. А, вот написано здесь, крем для контура глаз с минералами, экстрактом гинкобелоба против отечности и темных кругов. И можно, кстати, применять и днем, и ночью этот крем для глаз. Давайте посмотрим. А, вы посмотрите, как интересно. Здесь дневной и ночной крем отдельно. То есть, это ночная сыворотка от темных кругов и также против отечности. Выглядит вот так, так, не надо было так сдавливать. А здесь у нас дневная сыворотка от отечности и от темных кругов. То есть, вот два средства, два в одном. Это интересно. Я первый раз такое вижу, чтобы именно было такое вот сочетание. Типа, один пакетик, а там два крема для кожи вокруг глаз. Напишите, если вы тоже такое где-то видели. Дальше у нас увлажняющая сыворотка. И здесь в составе мякоть Баобаба. Также колючая груша. Дико просто популярный сейчас ингредиент. И, кроме того, снова морская вода. Давайте тоже посмотрим. Упаковки у них, кстати, вообще классные. Ну, в общем, вот так вот выглядит эта увлажняющая сыворотка. Так, уже хочется все это на себя поскорее намазать. И попробовать. И также здесь еще увлажняющий крем. Кстати говоря, заметила, что французские бренды просто обожают вот эту всю тему с морскими ингредиентами. Там, с морской водой в составе. Но, видимо, потому что... Почему? Хотела сказать, потому что во Франции есть море. Да даже не одно. Но, ну, вообще, вот как-то у них так популярно сложилось. Так, что популярны эти ингредиенты. Хотя, с другой стороны, наверное, везде они популярны. А, как хорошо. Смотрите-ка, здесь крем увлажняющий. И здесь вот эта помпочка. То есть, вы его так нажимаете. И он отсюда вот будет выходить. И это здорово, потому что это очень даже гигиеничный такой вариант крема. Так, хорошо. Что у нас дальше? Как вы видите, у нас еще несколько больших упаковок. Несколько больших коробок от подружки. И мы сейчас до них дойдем. А сначала покажу вам рассылку от бренда Дальба. Ну, вообще, вот эти средства мне хорошо знакомы. От бренда Дальба. Я их очень люблю. И скоро вам про них более подробно расскажу. Вот эту вещь я с собой брала в отпуск раз, наверное, пять. Ну, конечно, не эту конкретно. Потому что эту мы только что из рассылки вытащили. Но это просто восхитительный санскрин. Он суперлегкий. Он очень хорошо впитывается. Он отлично просто защищает от солнца. Но он, конечно, не очень-то дешевый. Ну, вообще, Дальба достаточно дорогой бренд. И второй вариант этого же санскрина у них есть цветом. То есть для того, чтобы кожу еще и подсветить. И, ну, там как бы не сам цвет. Он такой розоватенький слегка. Чтобы скорее вот выровнять общий тон кожи. И придать лучший цвет лицу, скажем так. А еще здесь вот такой вот корректирующий кушон. То есть на самом деле это вот это вот средство, как я понимаю, в формате кушоном. Интересно, кстати, я вот такой кушон еще не пробовала. Я так думаю, что у него, наверное, чуть может быть другая какая-то будет текстура. Так что сейчас как раз солнечно. Сейчас самое время все это попробовать. Дальше у нас еще, кстати, один санскрин, который можно купить в Магнит Косметик. И только в Магнит Косметик. Это Stellar Skin Studio суперфудовая линейка. Кстати, вот эта линейка мне у них больше всего нравится. И здесь санскрин SPF 50. Увлажняющий тоже против разных типов лучей с гиалуроновой кислотой, витамином Е, аргинином и алантаином. Давайте, кстати, а где он сделан? Знаете, кто делает для них этот санскрин? Гильтек. Я думаю, что многие знают эту компанию. И Гильтек сейчас активно развивается и очень активно рекламирует свой собственный бренд. Ну, в общем, вот на производстве Гильтек делается этот санскрин. Ничего себе. Вот это да. Он просто тут же впитался. Классный какой. Мне понравился. Я вообще не ожидала. Я думала, он будет пожирнее, но он вообще не жирный. Он такой прям, надо же, тоже буду пробовать. С удовольствием он прям, прям хороший какой-то по ощущениям. Конечно, нужно посмотреть, как он работает, но по ощущениям прям очень приятный. То есть впитался и вообще даже нет ничего. Ни жирной пленки, ничего. Дальше у нас бренд под названием Филипп Кинсли. Мы с ним на самом деле очень хорошо знакомы. И это один из самых популярных английских брендов по уходу за волосами. Этот бренд почему нам хорошо знаком? Потому что он супер популярен на всех английских сайтах интернет-магазинов. Там какой-нибудь Look Fantastic, Cold Beauty. И постоянно в английских адвентах, в бьюти-боксах мы с вами находили этот бренд. Просто знаете, я уже почти все средства их знаю наизусть, какие у них есть. И прежде всего их линейку Эластайзер. Потому что она у них самая популярная. Это линейка, как можно понять из названия, для укрепления, для более эластичных волос. И они, оказывается, теперь очень даже хорошо у нас представлены. У них масса интересных средств в России представлены. И давайте на них посмотрим. Прямо по порядку. Что они нам тут прислали? Во-первых, вот такую щетку для сушки волос. Она, как я вижу, с дырочками. И это всегда хорошо. Щетки, знаете, хорошие, скажем так, на дороге не валяются. Поэтому она с деревянной ручкой. И вот здесь вот дырочки для того, чтобы можно было и расчетываться, и феном тоже пользоваться, чтобы воздух проходил через эти дырочки. Дальше у нас здесь шампунь увлажняющий и балансирующий для всех типов волос. Следующее это спрей с сильной фиксацией. Вот в таком формате. То есть не под давлением, а именно вот просто более таком жидком формате. Кстати, еще вот эту штуку я не выдержала. Я уже ее попробовала. Что это такое? Это блеск для волос против пушения волос. На самом деле здесь в составе достаточно много силиконов. Ну, понятное дело. Потому что именно за счет силиконов волосы разглаживаются, выглядят более блестящими, такими более ровными. И эта штучка мне понравилась. У нее очень приятный такой легкий аромат. Ну и она работает. По сути, знаете, что это? Это типа сухого масла. То есть если вы пользуетесь сухим маслом для волос, это в принципе оно и есть. И действительно делает волосы очень красивыми, блестящими. Дальше у нас здесь бондинг. Так, это здорово. Бондинг вообще я люблю. Хотя, честно говоря, немножко ленюсь им пользоваться. Потому что его надо наносить перед помывкой волос, перед шампунем. Ну, условно говоря, это такая маска, укрепляющая волосы. Это целая система бондинга. Кто красит блондинку, тот знает, скорее всего. В общем, которая очень хорошо восстанавливает волосы. Но единственный момент, что его нужно использовать как маску перед тем, как пользоваться шампунем, что немножечко все усложняет. Обычно, потому что это дополнительные временные затраты. Также здесь у нас кондиционер для сияния кожи и также для того, чтобы уплотнить волосы. И последнее эластайзер. Ну, конечно же, это кондиционер из линейки эластайзер. Вот этот у нас кондиционер был просто сто тысяч раз в разных самых адвентах и бьюти-боксах. Поэтому очень классно, что бренд Филипп Кинсли теперь у нас активно представлен. Еще какой бренд у нас теперь активно представлен? На самом деле, он раньше тоже у нас был. Насколько я помню, но он был более такой редкий. Это еще один французский бренд, как раз, который очень любит море, минералы, вот эту всю красоту. Ну, это люксовый бренд. Ну, Вера Кова вообще-то тоже люксовый бренд. Это бренд Тальго. Я думаю, что многие с ними прекрасно знакомы. И это бренд, который производит не только уход, причем у них какое-то огромное просто количество разного ухода. Все на базе морских минералов. У них есть для лица линейки, у них есть для тела отдельный уход. Причем там вообще есть такие шикарные вещи. Вот эта вся тема с французской полинезией, там всякие таетянские масла. И, кроме того, они еще производят БАДы. То есть, всякие витаминные добавки тоже на основе, в основном, всяких морских минералов. Ну, и, по крайней мере, минералов, которые вот в формате каких-то пищевых добавок. В общем, здесь у нас вельветовое очищающее молочко. Вот, кстати говоря, во Франции почему-то очень популярен именно формат для снятия макияжа молочка. Ну, я думаю, это потому что это достаточно мягкие всегда средства. И, наверное, многие любят, особенно у кого возрастная кожа, вот именно пользоваться молочком. Дальше у нас здесь пенящийся очищающий лосьон. Ну, просто для очищения кожи. Это все их базовая линейка, как я понимаю, из серии с морскими тоже минералами. Так, следующее. Это у нас что-то... Ой, ну это, конечно, понятно, сразу по формату. Французский бренд, что-то голубое. Да еще и вот в таком формате, понятное дело, что это мицелляр. Ой, господи, какая мицелляр. Я только что сказала, все понятно. Это спрей для лица увлажняющий. Увлажняющая водичка. О, он вообще-то с ароматом. Я, знаете, немножко отвыкла. Обычно мы с вами какие-то используем аптечные, если вот эти увлажняющие спреи. А здесь он с таким приятным ароматом. Что-то такое морское такое. Слегка похож немножко на кинзо ароматы. Интересно. Это я такого не ожидала. А вот эту штуку я попробовала. Это я не выдержала. Я обычно стараюсь все открывать с вами из рассылок. Но здесь я не выдержала. И это как раз какой-то бат. В общем, это Slim Effect. Я думала, что я должна просто это попробовать. Работает или нет. Потому что здесь написано, что здесь 100% удовлетворенности клиентов. И что это такое? Это просто какой-то состав с кофеином, как я поняла, в содержании, который от отеков. Вот и все. Вот и весь Slim Effect. Но я попробовала один раз, просто чтобы понять, насколько он интересный на вкус. И на вкус он довольно приятный. Ну просто, знаете, как такой что-то вроде морса. Который нужно разводить водой, естественно. Дальше у нас здесь некая сыворотка. Сыворотка также увлажняющая для лица. Давайте тоже ее откроем и посмотрим. Вот так она выглядит. Ну симпатичные, очень красивые упаковки. Прям я оценила. И также здесь еще одна сыворотка. Сос-сыворотка. Вот как раз в формате, про который мы с вами недавно говорили, что очень испанские. Бренды испанские, итальянские. Любят сейчас ампульную косметику. Но, как видите, бренды французские тоже от них не отстают. И здесь какая-то, в общем, срочная сыворотка для мгновенного увлажнения кожи. Курс на 7 дней. Кстати говоря, интересно, что вот, например, Бабор. Или как еще его произносят Бабор. Уточните, если вы точно знаете, как он произносится. Он тоже, это вот чисто ампульная косметика. То есть, видимо, европейские бренды очень активно эту тему осваивают и сильно ее любят. А здесь у нас кое-что для тела. Как я вам и обещала, что-то такое экзотические острова. И это скраб для тела. Да, острова Тихого океана переводится это название. Вдохновение Пяти океанов. Ой, как красиво. То есть, посмотрите, это все надо, естественно, перемешать, потому что здесь скраб и отдельно масло. То есть, две отдельные текстуры. Очень хочется это понюхать. Я не могу его открыть. Мне нужен консервный нож, чтобы его открыть. В общем, здесь, что интересно, здесь белый песок с острова Бора-Бора, морская соль и частицы скорлупы кокосового ореха. То есть, вот эта вот белая составляющая, это вы представьте себе белый песок с острова Бора-Бора. Ну, как я вам и говорила, французская полинезия, все дела. Ну, круто, конечно, интересно. И также у нас здесь еще увлажняющий ночной крем. И, мне кажется, он должен быть в очень красивой упаковке. Давайте его откроем. Какая красотища! Вы посмотрите, он выглядит просто как какой-то... Не знаю, как что, как медуза, может быть. Но что-то очень красивое. В всяком случае, какой-то драгоценный камень. Давайте тоже откроем, хоть понюхаем, чем он пахнет. А то интересно. Или его тоже не сможем открыть. Все так запаковано. Ой, ну приятно. Тут, видимо, у них одушка примерно одинаковая. То есть, что-то такое очень с водянистыми нотами. Ну, и понятное дело, потому что бренд-то как бы основывается... Вот они везде пишут, что у них вдохновение. Это пять океанов. Так, хорошо, на бренд Тальго посмотрели. Замечательный, красивый, очень люксовый бренд. Нет, интересно, смогу ли я его открыть консервным ножом. Конечно, смогу. И не такие баночки открывали. Ну, банка вообще закрыта на совесть. Ну, хорошо, чтобы ничего не протекло. Пахнет просто потрясающе сладким чем-то. Чуть-чуть таким кисленьким. Прям, знаете, фруктовая сладость. Очень хорошо пахнет. А теперь давайте посмотрим, что у нас из подружки. У них, в общем, вышли какие-то новинки. Ну, то есть они привезли какие-то новые бренды, и они должны быть здесь, внутри этих коробок. Так, пока я вижу не новый бренд, а старый бренд. Но понятно, почему здесь это в этой рассылке. Потому что лето, и, соответственно, бренд Sunlook активно врывается во все рассылки. Это собственный бренд подружки Sunlook. Ну, как понятно из названия, это все для загара. Пантеноловый спрей восстановления и защиты с витамином Е после загара. Пантенол, кстати, здесь 5%. Очень даже неплохо. Также после солнца гель из алоэ вера 98%. Тоже полезная вещь. Что еще, что еще? Спрей водостойкий солнцезащитный SPF 50, между прочим, с гиалуроновой кислотой и морским коллагеном. Аромат арбуза. Надо же, нетипичный немножко для спрея. И, кроме того, ого, ого, вы посмотрите, вы посмотрите-ка, вот, значит, какая мода у нас теперь. У нас теперь мода кушоны для лица SPF 50. Вот это да! Мы тут дальбу с вами не успели открыть, а уже открыли Sunlook. И вот такой вот кушон. Ну и, собственно, внутри тот самый санскрин. Здорово, кстати, очень вкусно пахнет. Он пахнет цитрусовыми. Отлично вообще. Кстати, я думаю, кушон реально для солнцезащитного средства это очень удобный формат. Не все готовы делать макияж кушонами, но вот как солнцезащитное средство. Просто потому что это довольно гигиенично, чтобы его наносить на лицо. Солнцезащитный гель для лица SPF 50, три в одном, охлаждающий. Ну, выглядит довольно стандартно. И самое последнее, это у нас какой-то маленький-маленький защитный стик. Ну что ж, Sunlook тут у нас прям постарались. Вы посмотрите, все модные форматы. И кушоны, значит, и защитные стики. А, он для лица и для губ. Водостойкий. Вот такой вот оранжевый. Ничем вообще не пахнет. Какой-то немножко... Как будто из масла. Ну, такой немножко масляный эффект остается. Такой, видите, он еще сияет сильно. Ну, наверное, для того, чтобы его в первую очередь на губы реально наносить. То есть, такой он прям какой-то питательный, как будто слегка. Так, дальше у нас бренд, который мне очень нравится. Называется он Deng Giu Meori. Это корейский бренд, чуть не сказал, французский бренд. И это бренд, про который мы много раз с вами говорили. У них шикарное средство по уходу за волосами. Вообще, это корейская компания. Duri Cosmetics, несмотря на их странное на русском языке название, это известная большая корейская компания, которая производит недорогие средства по уходу в основном за волосами. Ну, у них там и для лица есть уход, и разный. Но они прям реально классные. И здесь у нас рисовая вода, мист для волос. Для блеска. Увлажняет. В общем, ферментированная рисовая вода. И что тут еще? Ну, в общем, пишут, все хорошо будет с вашими волосами. После этого спрея. Дальше у нас здесь... А, ну это у них новая целая линейка. Посмотри. Посмотрите. Ферментированная. Я уже как будто с собой такая. Ну, посмотри. Ну, Оля, ну тут и рис. Понятно, рисовая вода. В общем, здесь у нас шампунь и также тритмент. Иными словами, это что-то среднее между маской и бальзамом. А можно сказать и то, и то. И как раз это на основе все ферментированного риса. Для, кстати говоря, пушащихся и поврежденных волос. И написано, что это все. Разглаживает и успокаивает. Ну, видимо, не волосы, конечно, а кожу головы, наверное. Кстати, очень приятный аромат. Ну, такой я бы не сказала, что он хоть сколько-нибудь натуральный. Но, в общем-то, мы и не ждали там, знаете, аромат рисовой воды. Так, тут у нас еще просто куча новинок. Тоже из подружки. И давайте тоже все их рассмотрим. От этого же бренда, оказывается, появились пенки для умывания. Одна успокаивающая с экстрактом алоэ веры, а другая с экстрактом красного женьшеня для эластичности кожи. Но я думаю, что они совсем недорогие, но хорошие, я так предполагаю, от этого бренда. Потому что у него в основном все хорошие средства. Кстати говоря, вот это, по-моему, это тоже этого же бренда. А, нет, это из фолио, это уже что-то другое. В общем, от бренда из фолио появились какие-то новые пенки для умывания. Значит, одна из пенок с яичным желтком. Следующая с красным женьшенем. Ну, кстати, тут написано, как будто, ага, есть какая-то... Нет. Какая разница-то в них? Но я так понимаю, что разница не очень большая. Видимо, что вам больше нравится самой? Ну, наверное, есть какие-то там некоторые различия, но про них как-то не особо информативно написано. В общем, с экстрактом алоэ вера. И что еще? Пенки какие есть? С коллагеном, очищающаясь вот такой вот свинкой. И, кроме того, еще с экстрактом улитки. Ну, это, наверное, какая-нибудь, скорее всего, питательная. А еще два новых крема для рук. Один из них с ароматом персика, а другой увлажняющее молоко. Вот такие вот новые кремы для рук вышли. А еще... А вот это вроде уже, да, это Dury Cosmetics. Я как раз смотрю. И вот этот бренд Egg Planet, он выпускает очень классные маски для волос. Не дешевые, кстати, они по тысяче рублей стоят. Я вам про них много раз рассказывала, тоже их подружке покупала. Что у нас здесь? Здесь у нас некие прессованные сыворотки новые от этого бренда. Но я так поняла по описанию на упаковке, это как бы крем. Более такой насыщенный какой-то должен быть крем, не совсем прессованная сыворотка. И здесь у нас супер семена, один из кремов. Также масло ши, другой крем. Ну, тоже понятно, что там масло ши более питательное. Кокосовый крем. Но здесь, конечно, вопрос, насколько он... Насколько здесь хорошо обработано кокосовое масло? Но я думаю, что уж в Корее это точно хорошо обработали, потому что кокосовое масло известно своими интересными особенностями. И, кроме того, авокадо для сияния кожи. Кстати говоря, внезапно тоже интересно, что Egg Planet выпустил такие новинки. Не только для волос, но и для лица. И еще у нас здесь целая куча каких-то новинок от разных новых корейских брендов. Например, от бренда под названием Tenzera. И здесь некие ампулы. Ампула витаминная, ампула цика, то есть центеллы. И ампула водяная. Но это не просто ампулы, это бальзамы. А, ну я поняла, что это такое. Это вот эта вот корейская тема. Как помните, мы с вами уже сколько времени их рассматриваем. Супер модная вещь. Корейские бальзамы в формате стиков. Которые вы можете наносить прямо поверх макияжа. Или просто на кожу. Ну, по сути, как бы это что-то среднее между кремом, маслом для лица. И для вообще любых зон на теле. И каким-то таким... И какой-то сывороткой. Вот что-то такое все вместе. Ну, классно. Интересно. Новый бренд. Вообще здорово. И здесь у нас еще куча всего. Просто куча всего нового корейского и классного. Во-первых, чистый блок. Это ежедневный крем. Ну, санблок тоже от бренда Апьё. SPF 50. Если любите бренд Апьё. Просто замечательный бренд. Обратите внимание. Еще один санблок от бренда Hada Lab. Причем этот санблок в формате... Это премиум линейка. Очень хороший бренд. Японский Hada Lab. Я его просто обожаю. Один просто из лучших брендов по уходу из такой вот средней ценовой категории. Ну, даже скорее он бюджетный. Он такой, знаете, вот между бюджетом и средней ценой. Еще один санскрин. Да что ж такое? Это уж не знаешь, какой выбрать. От бренда Esfolio. И здесь целая куча цветочных компонентов. SPF 50. Ну, понятное дело, корейский санскрин, конечно, SPF 50. Лаванда, гиацинт, ромашка, барадж. Не уверена, что это такое. И также еще какой-то цветок, название которого я не понимаю. Что это такое? Это, наверное, экстракт шалфея. А, еще василька. Вот что здесь в составе. Кроме того, вот это, кстати, я уже видела в разных магазинах. Но и очень здорово, что в подружке тоже есть от бренда SkinFood. К нам, наконец-то, приехали новинки. Мы с вами очень любим этот бренд. Я надеюсь, что вы тоже любите. И у них вышла какая-то новая линейка под названием Садовый Боб. Садовый. Ну, видимо, это с какими-то, да, тут разные, разные бобы нарисованы. И это свежее масло для очищения лица. Свежее какое-то гидрофильное масло. В общем, у них вышла садовая линейка. Еще в этой садовой линейке под линейка, знаете, с чем? С омежником, по-моему, это называется. Иначе говоря, водяная петрушка. Ну, то есть, это из разных петрушковых, так скажем. К сожалению, не знаю, как точно называется. Это семейство, наверное, растений. И здесь, значит, вот этот омежник. Конкретно это очищающая пенка для лица. Что еще? Здесь у нас тоже от бренда Skin Food маска с клубникой. Отшелушивающая и очищающая поры. А, ну, это клубничный сахар. Ну, это мы с вами хорошо знакомы. Все эти их коричневые сахары, клубничные сахары. Все это мы с вами прекрасно просто знаем. Следующее, что мы здесь находим, какой-то новый бренд под названием Arie Yule. Arie Yule такого бренда я не встречала еще. То есть, это что-то у них такое новенькое. И первое, что мы находим от этого бренда, это очищающие пенящиеся пэды. Надо же. И написано, что они all kill. То есть, они супер как-то классно очищают лицо. А, ну, понятно, они на основе кислот, плюс еще на основе яблочного уксуса. А еще здесь глубоко очищающее гидрофильное масло для лица. Тоже на основе тех самых, того самого яблочного уксуса. О, боже. У нас здесь целая куча очень больших упаковок. Вы их сейчас вот видите на экране. И что это такое? Это тот самый бренд Felce Azura, про который я вам много раз рассказывала. И они мне прислали, ну, точнее, их дистрибьютор мне прислал большое количество вообще вещей, которые у них сейчас вышли в Россию. Я вам рассказывала про то, что мне пока что понравился только вот самый их классический аромат. Просто очень во многих роликах вам про него говорила, что он какой-то просто неимоверный. Это аромат, якобы ему уже сто лет. Это вот семейный рецепт потрясающего аромата. Я его просто обожаю. То есть, это средство для стирки, кстати говоря. Он какой-то невероятный. Он привлекательный. Он необычный. Это немного мне напоминает запах криозота из метро. Ты что-то такое, ты не понимаешь, чем это пахнет. Но он невероятно какой-то привлекательный. Кстати, в телеграме одна моя зрительница так его описала, что как будто тебя сначала очень хорошо выстирали, а потом пустили гулять куда-то в Альпы. То есть, он и свежий, и такой чистый, и какой-то чистый хлопок, вот такой горячий, который вы гладите утюгом, все вместе. Мне просто безумно нравится. Но также у них, на самом деле, огромное количество самых разных ароматов в разных форматах. То есть, они в основном у них все повторяются в форматах разных средств. Вот, например, у них опять же тот же самый аромат. Это кондиционер для белья. Ну, в принципе, сам по себе, само по себе средство для стирки, оно уже и так ярко пахнет. Но если вам нужно еще, есть еще и кондиционер с таким же запахом. Также они мне прислали Dolce Cocole. Это их такая детская, детский вариант кондиционера. Я знаю, что многим он нравится намного больше, чем оригинальный аромат. Но для меня он такой прям супер сладкий. Если вы любите ароматы детской присыпки, то, скорее всего, вам он сильно понравится. Я люблю, но он прям такой сладкий-сладкий. И еще они прислали какой-то аромат под названием лаванда и ирис. Ну, то же самое, это кондиционер для белья. И он прям такой яркий, цветочный. Ой, ну пахнет чудесно, но он прям цветочный-цветочный. Больше, скорее, в сторону лаванды, чем в сторону ириса. Но у ириса, как такового, не очень-то яркий аромат. Также у них есть варианты мыла разного для рук и для тела. И написано, как ни странно, что подходит оно и для лица в том числе. Здесь, значит, антибактериальная мята и лайм. Также это, как это назвать, янтарь и органовое масло. Наверное, так. Белый мускус. У меня, кстати, был вот такой гель для душа. Белый мускус. Честно говоря, мне не очень понравился этот аромат, потому что он достаточно интенсивный. Но, опять же, у всех свое восприятие. Вот что мне безумно понравилось, это другие ароматы гелия для душа. Например, вот такой цветок сакуры. Ну, понятное дело, пахнет такими яркими какими-то восточными цветами. Так это назовем, но в то же время свежими. Также здесь темная орхидея. Но здесь он такой обволакивающий, густой, загадочный. Не самый, скажу, мой любимый, но интересный. И очень понравился вот такой под названием миндаль и белый чай. И они его описывают как обволакивающий аромат. Он сладкий и такой какой-то вдохновляющий. Очень приятный. И, конечно, у них есть оригинальный гель для душа с оригинальным ароматом. Кроме того, еще всякие интересные другие гели для душа. А еще, оказывается, у них есть дезодоранты тоже с разными совершенно ароматами. Но, честно говоря, на мой взгляд, они примерно все одинаковые. Они просто довольно сильно пахнут свежестью. Как должен пахнуть дезодорант. А еще у них есть разные распылители для дома. Ну, освежители воздуха. Ну, в общем, я еще не все попробовала. Но мне уже очень интересно. Часть вещей попробовала, часть не попробовала. Поэтому буду пробовать и буду вам рассказывать в следующих роликах. Потому что большинство этих вещей нужно именно пробовать там на себе, в стирке. Вот как-то в носке, чтобы больше понять, как они на самом деле пахнут. Ну, в общем, у Фельдча Азура сейчас просто какая-то гигантская линейка всего. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Что оно было для вас полезным и интересным. Я, честно говоря, уже подоставила все это доставать из-под стола. И, конечно, здорово, что у нас так много брендов новых появляется на рынке. Спасибо всем брендам, которые нам что-то прислали. Нам было интересно посмотреть. Надеюсь, что у вас будет сегодня замечательный день. И все сложится просто великолепно, что сегодня случится что-то хорошее. Спасибо и до скорых встреч на моем канале. Всем пока!